Добрый вечер. Добрый вечер. Я Лев Щеглов. Может быть это звучит парадоксально, но секс является моей профессией. Я прошу прощения, доктор Щеглов. Когда женщина занимается сексом профессионально, всем известно, как ее зовут. А когда мужчина, то как он называется? Мужчина в данном случае будет называться сексолог. Скажите, доктор, наверняка джентльмены, которые смотрят нашу программу, каждый по-своему ощущает себя настоящим мужчиной. Думаю, что да. Вы, наверное, тоже так же, как и я. Полагаю. Что для вас идеальный образ мужчины? И вообще на что нам ориентироваться? Вопрос достаточно сложный. Думаю, что идеал мужчины – это несколько не то, что сегодня забито в массовое сознание. Это не соответствие тем или иным образцам, которые диктуют жестко утрированные определенные свойства и качества. Мужчина – это определенный спектр, который включает в себя, как может это не оказаться странным, и, казалось бы, чисто женские черты. Например, нежность, чувственность, вникание в проблемы другого человека, где-то даже мягкость. То есть мужчина – это спектр определенных качеств. Значит, Шварценеггер – это не идеал мужчины или Сталлоне? Думаю, что нет. Сталлоне, Шварценеггер – это яркие примеры жесткого утрирования одного из качеств. К сожалению, это и берется за все мужское. Сила, мощь, натиск, жесткость. Это не является, на мой взгляд, мужчиной. Я бы даже сказал так. Шварценеггер или Сталлоне – это жесткая гипертрофия одного признака. Скажем, блестяще развитая, мощнейшая, но, скажем, левая рука. Итак, Сталлоне – это только левая рука. Пожалуй, да. Многогранного организма, который называется… Мужчиной. Настоящий мужчина, да? Хорошо. А если провести градацию, то что, есть разные типы настоящих мужчин? Думаю, что да. Сегодня можно было бы условно подразделить всех мужчин в отношении их возможностей влиять на милых нашему сердцу женщин на три таких условных типа. Это тип Дон Жуана, это тип Вертера и это тип Казанова. Это условные типы, но под этим обычно что понимается. Тип Дон Жуана – это спортсмен. Это победитель, покоритель, начетчик, который занимается арифметикой. Чем больше цифра, тем больше у него уверенность в себе. Чем больше побед над дамой. Чем больше побед. Он проходит по ним, так сказать, как бегун преодолевает бег с препятствием. Чем больше он преодолеет удачно, тем у него выше результативность. Тип Вертера – это мечтатель, это романтик, погруженный в грезы, в эмоции. Для него телесное, физиологическое, как бы начистое отсутствует. И, наконец, тип Казановы – это тот психологический тип мужчины, который в каждый момент старается женщине отдать максимально, отдать все. Он в каждый момент искренен. Как ни странно, несмотря на то, что он отдает, казалось бы, все, он получает гораздо больше предыдущих двух описанных типов. Поэтому можно сказать, что, пожалуй, мужчина должен стремиться к третьему из описанных типов. Итак, мы берем для себя образец в качестве образца Казанова. Лучше. По крайней мере, это лучше, нежели первые два. Кто вот из реальных фигур или из реальных героев телеэкрана последних лет, на ваш взгляд, ближе всего соответствует вот этому образу Казанова? Может быть, это тоже прозвучит парадоксально, но из тех героев уровня высоких политических фигур, пожалуй, это Михаил Сергеевич Горбачев. И речь идет... Почему? Речь идет только о контексте рассмотрения его появления на экране вместе со своей женой, с Раисой Максимовной. Я думаю, что неосознанно очень многие впервые увидели живые, а не восковые фигуры из руководителей. Более того, я думаю, что многие увидели, что это реальные муж и жена. Проскакивали эмоциональные отношения между ними. Чувствовалось, что он по отношению к ней не только формальная фигура, лидер, большой государственный деятель, а это ее муж. Это чувствовалось. И вот это ощущение, я думаю, подсознательно обеспечивало то, что многие совдеповские дамочки воспылали страстной ненавистью к Раисе Максимовне, формально закрывая это тем, что зачем она мелькает, почему она в шубах, почему у нее драгоценности, зачем она ездит в Париж. Так сказать, формально это звучало как раздражающий фактор ее внешнего вида. Подпиралось изнутри, я так думаю, именно тем, что впервые отношение к ним было как к реальным житейским фигурам, по отношению к которым сфера секса также существует. Может быть, у вас есть, вот в заключении вашего первого сегодняшнего интервью, некий тест, который бы заставил о чем-то задуматься нас всех, вас сейчас слушающих? Давайте. Я прошу внимания мужчин. Давайте каждый сейчас вспомнит, в течение какого времени он не думал о своем вторичном половом признаке, час, может быть, два, может быть, десять, может быть, сутки. Пусть каждый из вас прикинет, посещали его какие-то мысли в отношении состояния, возможностей, привязанных к своему вторичному половому признаку, подумали. Я полагаю, что многие из вас сейчас считают, что тот, кто чаще обращает на это внимание, тот более как бы заряжен сексуальностью. Возможно, я огорчу кое-кого, возможно, нет. Дело в том, что тот, кто об этом думал близко по времени к сегодняшней минуте, час назад, два назад, проигрывает чаще, проигрывает тому, кто об этом не думал большее время. Почему? Недумающий человек более уверен. Человек, фиксирующий внимание, он как бы постоянно подсознательно себя перепроверяет. Это уровень тревоги. Тот человек, который менее этим обеспокоен, более мужественен, больше имеет шансов на удачу и успех. Продолжение следует...